Вадим Дорофеев Вадим Дорофеев Вадим Дорофеев Вадим Дорофеев У меня, скажем так, подъем начался только начиная с лета этого года. Давайте тогда к подъему скажите. Как давно стали заниматься? Я понял. Стабильно занимаюсь, начиная с 2015 года. Уже почти три года скоро будет. Началось все с трансляции по телевидению. То есть банально с телевизора. Я его смотрю, по нему показывали дартс. Одновременно, на одном из российских каналов, вот что удивительно. Был российский комментатор, сейчас он тренирует детей в Москве. Вот, собственно, смотрел эти трансляции, захотелось попробовать. Так и началось. Теперь стать чемпионом тартабосского постепенно. Ну да. Классическая мишень для игры в дартс представляет собой круг, разделенный на 20 секторов. Каждый из секторов, он обозначает свой номинал, который чуть выше или чуть ниже написан на мишени. Нанесен каким-то образом. Стоит также учитывать, что самый центр – это не максимальное количество очков, которые можно выбить попаданием дартсика в мишени. Есть цветные кольца. Среднее кольцо и внешнее кольцо. Среднее кольцо обозначает утроение номинала сектора. Внешнее кольцо обозначает его удвоение. Для классической игры в дартс необходимо списать 501 очко и первым достичь нуля. Причем нуля нужно достичь именно попаданием во внешнее кольцо, то есть в удвоение. Остается у вас 40 очков, нужно попасть в удвоение 20. Понятно. А почему им не 501? Так исторически сложилось, англичане придумали эту игру. Каким-то образом им пришло в голову начинать игру имя с 501. А про дротики скажите, они какие-то разные бывают или они все идентичные, одинаковые, они какую-то векцию доменеют? Дротики имеют определенный вес, определенную какую-то структуру. Как правило, у него есть обязательные составные части игла, баррель его металлической части, как правило, изготавливается из бальфрама. Пластиковый хвостовик и оперение, которое позволяет аэродинамику какую-то соблюдать для дротиков в полете. Понятно. То есть они все идентичные, никаких там новшеств? Они все разные. Абсолютно. Разные? У всех разные, да. Вот можно посмотреть у нас у других людей, да. У всех разных? То есть они совершенно имеют разную форму? Да. Разная накатка, разный вес. Вот человек вообще без накатки. Давайте. Вот это график. Мы сейчас можем продемонстрировать игру одного лего, каким образом списываются очки, каким образом они подсчитываются. Вы посмотрите. Нет, давай начнем. Нет уж, пожалуйста, разбой. С була, с була начинает. Как скажешь. Перераз нет. Да ладно, я готов. Да, давай. Начинает с матча с броском в центр. Кто ближе, тот будет начинать лего. Потому что начало очень важное для значения. Ты получаешь сразу преимущество. Это как раз то, о чем мы говорили. Один не успел. Даже если одинаково все будет. Вадим не попал. Первый заканчивал интенсивность. Сейчас будет начать финиш. Взял и пойду. Да. У меня дротик оказался ближе к булу. 501. Спасибо. Удачная игра. Удачная игра. 81. Пятьдесят пять. Сорок пять. Сорок пять. Сорок пять. Сто тридцать очков в остатке уладимых. Сорок пять. Тридцать очков. Восемьдесят девять в остатке уладимых. Девять? Сорок девять. Сорок четыре. Сорок очков в остатке уладимых. Соответственно, я должен попасть в удвоение двадцати. Лайк. Двадцать двадцать. Вот так вот суть игры. То есть, последний обязательно двоих. Приблизительно так же я и стал чемпионом. Вот так и получилось. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...